Девятиклассники Туровед Алексей Югов назвал глагол самой гнепышущей, самой живой частью речи, в которой струится самая алая, самая яркая артериальная кровь русского языка. Но в то же время именно с глаголом связаны многие трудности русской орфографии. Сегодня на уроке мы с вами попытаемся убедиться в том, что эти трудности легко преодолимы, если, конечно, знать правила. Итак, мы начинаем. Обратите внимание на слайд. Перед вами шесть глаголов. Что между этими глаголами общего? Надеюсь, вы увидели. Во всех них после шипящего стоит мягкий знак. На самом деле это все, что вам нужно знать для грамотного письма. В глаголах всегда после шипящего пишется мягкий знак. Но для того, чтобы успешно справиться с заданием пятым на ОГЭ, этого недостаточно. Нам нужно разобраться, по какой причине стоит мягкий знак в каждом из этих случаев. Напоминаю, пятое задание ОГЭ требует, чтобы вы вспомнили, выбрали правильное объяснение написания слова. Перед вами три объяснения. Мягкий знак на конце глагола второго лица после шипящего, на конце неопределенной формы глагола после шипящего и в форме повелительного наклонения. Во всех этих случаях после шипящего пишется мягкий знак. Пожалуйста, попробуйте распределить шесть наших глаголов в три эти строчки. Думаю, здесь сложность у вас не возникнет, и в итоге должно получиться вот такое распределение. Строишь и прячешься – это глаголы второго лица. Беречь и помочь – это неопределенная форма глагола. Режь и увеличь – это повелительное наклонение. Во всех трех случаях после шипящего пишется мягкий знак. Согласитесь, это было нетрудно. Значит, мы можем двигаться к следующей нашей орфограмме – это безударное личное окончание глаголов. Посмотрите на верхнюю строчку нашей таблицы, и вот перед нами эта орфограмма. Строишь и прячешься. Почему в одном слове мы написали окончание «иш», а в другом слове написали окончание «еш». Наверное, вы вспомнили, что для ответа на этот вопрос нам необходимо обратиться к спряжению глаголов. Несмотря на то, что спряжение изучают в шестом, в седьмом классе, и вы, конечно, его уже знаете, имеет смысл сейчас вновь обратиться к повторению этой темы, потому что она важна не только для этой орфограммы, но и для многих других тоже. Итак, внимание на слайд. Проще здесь начать со второго спряжения. Для того, чтобы определить спряжение глагола, мы должны поставить глагол в неопределенную форму. Если в неопределенной форме глагол заканчивается на «ить», перед нами глагол второго спряжения. Три исключения есть. Это глаголы «брить», «стелить» и достаточно редко употребляемый глагол «зиждиться». Эти три глагола являются глаголами первого спряжения. Также вы, конечно, помните, что ко второму спряжению относятся 11 глаголов-исключений. Обычно их запоминают в рифмованной форме. Например, в такой, как представлено на слайде. Гнать, дышать, держать, обидеть, слышать, видеть, ненавидеть, и зависеть, и терпеть, а еще смотреть, вертеть. Вероятно, вы запоминали, может быть, в другой рифмованной форме эти глаголы. Это не так уж важно. Важно, чтобы вы никогда не путали, что это глаголы второго спряжения, хотя и не заканчиваются на «ить». Соответственно, все остальные глаголы являются глаголами первого спряжения. Зная это, мы с вами вспоминаем, какие буквы в безударных личных окончаниях глагола могут быть у глаголов первого спряжения. Это буквы «е», «у» и «ю». И у глаголов второго спряжения это буквы «и», «а» или «я». Мы с вами вспомнили орфограмму, теперь давайте попробуем разобраться с нашими глаголами. «Строишь» мы написали букву «и», потому что неопределенная форма этого глагола «строить», глагол заканчивается на «ить», это глагол второго спряжения, буква «и». Или во множественном числе была бы буква «я», «строят». «Прячешься» – неопределенная форма этого глагола «прятаться», глагол на «ать» не является исключением, следовательно, это глагол первого спряжения, пишем букву «е», во множественном числе мы бы написали букву «у» – «прячутся». Очень важно, когда вы определяете спряжение глагола, очень важно правильно определить инфинитив. Для этого нужно, чтобы инфинитив всегда находился в том же виде, был в том же виде, что и, собственно, сам исследуемый глагол. Например, перед вами вот глагол «настраивает». Как определить неопределенную форму? То ли это настроить, то ли это настраивать. Если вот такая путаница возникнет, может возникнуть ошибка и в написании, потому что «настроить» – это глагол второго спряжения и требует букву «и» в окончании, а «настраивать» – это глагол первого спряжения и подразумевает букву «е» в окончании. Чтобы не ошибиться, мы определяем вид глагола «что делает», «настраивает» – несовершенный вид. Следовательно, «что делать» – «настраивать». Это его инфинитив, это первое спряжение, поэтому в окончании и буква «е». Теперь можем немного потренироваться. Итак, перед вами на слайде вопрос. В окончаниях каких глаголов пропущена буква «а» или «я»? Они тащат, стелят, хлещут, выдержат. Где пропущена буква «а» или «я», где пропущена буква «у» или «ю». Давайте порассуждаем. Они тащат. Неопределенная форма глагола «что делать?» – «тащить». Соответственно, это глагол второго спряжения, значит, в нем пропущена буква «а». Стелют. Глагол в неопределенной форме заканчивается на «ить», «стелить», но мы с вами помним, что это исключение. И «стелить» – это глагол первого спряжения, следовательно, будет буква «ю». «Стелют». «Хлещут», «хлистать» – глагол первого спряжения, буква «у» в окончании. И обратите внимание на последний глагол «выдержат». Неопределенная форма этого глагола «что сделать?» – «выдержать». Глагол заканчивается на «ать». Мы с вами помним, что «держать» – это глагол исключения. Запомните, что словообразовательные элементы, такие как приставка «вы» или такие, как, например, «постфиксся» не меняют спряжение глагола. Следовательно, и «держать» – это глагол исключения, и «выдержать» – это глагол исключения, и «держаться» – это тоже глагол исключения. И он будет глаголом второго спряжения, в котором мы ставим букву «а». Теперь я предлагаю вам выполнить задание формата ОГЭ, задание 5. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Будьте внимательны, читаем первое утверждение. Он стелет. В личном окончании глаголов второго спряжения пишется буква «е». Думаю, вы увидели, это высказывание ошибочно, потому что «стелить» – это глагол исключения, и это глагол первого спряжения. И вот в первом спряжении действительно пишется буква «е». Это высказывание ошибочно. Гонят. Они гонят. В окончании глагола второго спряжения в форме третьего лица множественного числа пишется буква «я». Вы помните, что в пятом задании формулировки могут быть совершенно разными. Вы смотрите на их смысл, на содержание, и это высказывание соответствует действительности. Крикните. В окончании глагола первого спряжения в форме второго лица множественного числа пишется окончание «ите». Надеюсь, вы увидели ошибку в этом высказывании. Крикните. «Те» – это глагол повелительного наклонения, заканчивается он на «ите», но окончание этого глагола «те», а «и» – это суффикс. Это еще одно вот как бы правило мы с вами вспомним. Глаголы повелительного наклонения в форме второго лица множественного числа заканчиваются на «ите», где «те» окончание «а-и» – суффикс. Например, «свистните», «свергните», «выскажите» и так далее. То есть это высказывание было ошибочно. «Борешься» – глагол первого спряжения, поэтому в окончании пишется буква «е». «Борешься» – определяем начальную форму «буроть», «ся», следовательно, это действительно глагол первого спряжения, и пишется буква «е». Он быстро решает. В слове пишется окончание «е», так как это глагол первого спряжения, это тоже высказывание правильное. Следующая орфограмма, которую мы повторим, это суффиксы глаголов. Речь пойдет о суффиксах «ова-ева» и «ыва-ива». Правило перед вами на слайде. В форме первого лица, если в форме первого лица единственного числа суффиксы не сохраняются, и глагол заканчивается на «ую» или «юю», то это суффиксы «ова» или «ева». Вставляем букву «о» или «е». Если в форме первого лица единственного числа суффиксы сохраняются, и глагол заканчивается на «ываю» или «иваю», то это будут суффиксы «ыва» или «ива». Здесь для вас есть небольшая подсказка. Чтобы проще вам было определить первое лицо и единственное число, для себя вы можете подставить местоимение «я» в самом начале. Например, посмотрите на слайд. Заведовать. Я что делаю? Заведую. Глагол заканчивается на «ую», следовательно, в этом глаголе суффикс «ова». Танцевать. Я что делаю? Танцую. Глагол заканчивается на «ую», буквы не сохраняются, значит, это будет буква «е». «О» или «е» в таком случае. Рассказывать. Я что делаю? Рассказываю. Глагол заканчивается на «ываю», буква сохранилась, следовательно, это буква «ы». Развешивать. Я что делаю? Развешиваю. Буква тоже сохраняется, глагол заканчивается на «иваю», следовательно, пишется суффикс «ива». Это правило тоже вы, конечно, учили, сейчас мы его вспомнили. Теперь давайте потренируемся. Складывать. Как мы рассуждаем? Сначала ищем неопределенную форму глагола. Складываю. Глагол заканчивается на «ываю», следовательно, буква «ы» сохраняется и в глаголе. Командовать. Я что делаю? Командую. Буква не сохраняется, значит, это буква «о», суффикс «ова». Горевать. Я горю, «ю», глагол заканчивается на «ую», буква «е». Выстраивать. Выстра, «иваю», «и» сохранилось, «и» пишем в суффиксе. Исследовать. Я исследую, буква «не» сохранилось, глагол заканчивается на «ую», буква «о». Подчевать. Подчую, тот же самый случай, буква «е». Допытываться. Допытываюсь. «И» сохранилось, пишем «и». «Недоумевать». Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что на примере двух последних глаголов мы сейчас повторим две еще небольшие, но важные орфограммы. На примере глагола «допытываться» написание «тся» и «тся» в глаголах. Вы помните, что мы определяем постановку мягкого знака по вопросу. Если в вопросе есть мягкий знак, то в глаголе он тоже есть. Что делать? Допытываться. Мягкий знак есть, мягкий знак пишется и в слове. На примере второго глагола «недоумевать» мы с вами разберем сразу две важных вещи. Во-первых, запомните, что если… Вот глагол «недоумевать» отличается от всех предыдущих тех тем, что в нем «ва» ударное, «ва» под ударением. И запомните, если в глаголах «ва» под ударением, то в глаголе всегда будет писаться буква «е». «Недоумевать», «заболевать», «затмевать» и так далее. Это первое, на что я хотела обратить ваше внимание. А второе – это написание «не» с глаголом. Одна из первых орфограмм, изучаемых в школе, это то, что «не» с глаголом пишется раздельно. Все мы хорошо помним, но также помним, что есть исключение, это когда слово «не» употребляется без «не», как в данном случае. «Недоумевать» слово «доумевать» нет, поэтому «не» с глаголом пишем слитно. Еще одна орфограмма, к которой мы сейчас обратимся, это буква перед суффиксом «л» в глаголах прошедшего времени. Вы знаете, что «л» называет еще иногда суффиксом прошедшего времени. Он образует формы прошедшего времени у глаголов. Например, «читал». В этом слове написание не вызывает затруднения, а под ударением. Но если эта буква перед «л» безударная, здесь могут возникнуть сложности. Например, «сейл» и «строил», «я», «е», «и» – какую букву написать? Могут возникнуть затруднения, если не знать правила. А правило достаточно легкое. Перед «л» в прошедшем времени пишется та же самая буква, которая была перед «ть» в глаголах неопределенной формы. Сегодня мы часто обращались к неопределенной форме. Соответственно, «сеять» – глагол заканчивается на «ять», значит, и «сеял» будет с буквой «я». «Строить» – глагол заканчивается на «ить», значит, и перед «л» тоже будет буква «и». Здесь нам не важно спряжение, здесь мы смотрим на окончание в неопределенной форме. Посмотрите на глаголы на слайде. «Видел» – ставим глагол в неопределенную форму. «Видеть» – значит, видел. «Вредничать» – что делать? «Вредничать» – значит, вредничал. «Обидеть» – значит, обидел. «Слышать» – слышал. «Таять» – таял. «Клеить» – «клеил». Вот такое совершенно несложное правило. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Вспомним, какие орфограммы мы сегодня повторили. Мягкий знак после шипящих глаголов, безударные личные окончания глаголов, гласные в суффикса глаголах, написание гласное перед суффиксом «л», «ся» и «ця» в глаголах и «не» с глаголами. И завершим мы небольшим упражнением, заданием, в котором повторим все изученные сегодня орфограммы. Итак, опять это задание, опять формата «ог». «Ночевать в палатке» пишется суффикс «ева», так как в форме первого лица настоящего времени глагол заканчивается на «ую». Это правильное высказывание. «Увлечься игрой». Буква «мягкий знак» пишется в неопределенной форме глагола. Да, действительно, это неопределенная форма. «Не думая об угрозах», «не» с глаголами пишется раздельно. Надеюсь, вы увидели ошибку. «Не думая» – это не глагол, это «дея причастия». Вот где скрылась ошибка. «Родители напрасно тревожатся». В безударных личных окончаниях глаголов первого спряжения пишется гласная буква «а». Что делать? «Тревожить» перед нами глагол второго спряжения, в котором действительно пишется буква «а». Следовательно, это высказывание ошибочно. Надеялись. В глаголе прошедшего времени перед суффиксом «л» пишется тот же суффикс, что и перед «те» в начальной форме. Это верное высказывание. Если вы сейчас смогли все сделать правильно, значит, мы действительно выполнили поставленную перед нами цель и убедились, что преодолеть все трудности русской орфографии, связанные с глаголом, возможно, если знать, конечно, правила. Я желаю вам всегда писать все глаголы правильно. На этом наш урок закончен. До свидания. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. Четвертая четверть – это повторение. Поэтому в рамках итогового повторения мы сегодня на уроке с вами поговорим о том, что такое пунктационные нормы и пунктограммы. Вспомним, что такое тире, как знак припинания. А также правила постановки тире в простом и сложном предложении. Итак, пунктационные нормы – это правила выбора и употребления знаков припинания в предложении. Пунктограмма, соответственно, – это место в предложении, где применяется это определенное правило. Тире – это разделительный знак, который относится к ознакам, стоящим обычно внутри предложения. Для разделения противопоставляемых понятий нередко используется этот знак. Посмотрите, пожалуйста, как активно в русском языке используется тире. Конечно, в рамках нашего урока мы обо всех пунктограммах с тире говорить не будем, но некоторые из них вспомним. Мы поговорим о тире в предложениях с приложением, о тире при однородных членах, тире между подлежащим и сказуемым, тире в бессоюзном сложном, неполном предложении, а также тире в предложениях с прямой речью. Итак, давайте мы с вами вспомним, что такое нулевая связка в предложениях с тире между подлежащим и сказуемым. Посмотрите, пожалуйста, на предложение Василиса Ивановна, учитель русского языка. Мы видим с вами, что на месте глагола «есть» в русском языке неупотребляемого в настоящем времени стоит тире. Значит, нулевая связка – это невыраженная в именном сказуемом, служащая показателем настоящего времени изъявительного наклонения. Мы задаем специальные вопросы в таких предложениях к сказуемым. Кто есть такой? Что есть такое? Кто это? Что это? Ну и для того, чтобы вспомнить о постановке тире, о пунктограммах, давайте скажем, что легко запомнить, если их по два. Чего? Имен существительных в именительном падеже, если одно из них подлежащее, другое сказуемое – Крым, моя Родина. Если оба главных члена – инфинитивы или неопределенная форма глагола, ученого учить, только портить. Если оба главных члена выражены числительным, пятью три – пятнадцать. А также, если подлежащее сказуемое выражены всеми возможными сочетаниями этих частей речи, существительным и инфинитивом, инфинитивом и существительным, числительным и существительным, существительным и словосочетанием с числительным, а также, если сказуемое выражено фразеологизмом, который тоже является именным сказуемым. Пожалуй, самый простой способ определения написания тире это наличие перед сказуемым слов вот значит это которые показывают нам что тире нужно ставить вне зависимости от того чем выражено сказуемое например париж это столица франции понять значит простить и так далее но есть ряд случаев когда тире не ставится давайте мы с вами вспомним что если появляется частица не то мы не ставим тире перед сказуемым это не касается предложений со сказуемым инфинктивом чай пить не дрова рубить и предложение со словами это вот значит аналогия это не доказательство далее если появляется перед сказуемым сравнительный союз как словно будто закат словно зарево пожара мы тоже не ставим тире если между подлежащим исказуемым существительным появляется вводное слово обстоятельства или дополнение а также другие союзы или частицы мы говорили о частиц и не то и сравнительных союзах мы тоже тире не ставим грач конечно птица умная москва теперь порт пяти морей этот ручей лишь начало реки также я напоминаю что тире не ставится если подлежащие выражено личным местоимением или указательным она его дочь это кабинет это спальня теперь мы с вами вспомним о тире употребляемых предложениях с обобщающими словами при однородных членах конечно вы отлично помните что такое однородные члены это те члены предложения которые относятся к одному и тому же члену предложения отвечают на один и тот же вопрос выполняет одинаковую синтаксическую роль кстати все члены предложения могут быть однородными а также связаны между собой сочинительной связью союзной бессоюзной точно так же вы помните о том что обобщающие слова это слово или сочетание слов которое является общим для однородных членов предложения обобщающие слова могут занимать разное место в предложении стоять до однородных членов или после. Тире используется в этих случаях. Если обобщающее слово находится после однородных членов, перед ним ставится тире. От дома, от деревьев, от голубятни, от галереи, от всего побежали длинные тени. Перед обобщающим словом всего поставили тире. Если перед однородными членами стоит обобщающее слово, мы поставили запятую, затем идет перечисление однородных членов, но предложение не заканчивается, идет другой текст, тогда после однородных членов предложения мы ставим тире. Все это – звуки и запахи, тучи и люди. Было странно, красиво и грустно. Теперь давайте поговорим о тире в предложениях с приложениями. Естественно, что мы должны с вами вспомнить, что такое приложение. Приложение – это особый вид определения, который выражен именем существительным, совпадающим в падеже с определяемым словом. Приложения бывают распространенные и нераспространенные. Распространенные приложения, как и многие второстепенные члены предложения распространенные, отделяются запятыми. Ну а мы с вами поговорим о случаях с тире. Итак, тире при приложениях ставится, если приложение носит пояснительный характер. То есть, мы можем поставить или уже стоят слова, а именно, то есть, в дальнем углу светилось желтое пятно, а именно, огонь в окне квартиры Серафимы пристроены к стене конюшни. Тире ставится для внесения ясности, если приложение относится только к одному из однородных членов в их перечне. В вазе стояли ромашки, желтоглазые цветы, колокольчики и лютики. Далее, если приложение находится в середине предложения и имеет пояснительный характер, мы также ставим тире. При наличии логических пауз. Брат отца, дядя Николай, был летчиком. А также приложение ставится в конце предложения, если обозначает разъяснение, пояснение и завершенность. В вазе стояли ромашки, желтоглазые цветы. Возникает вопрос, как не перепутать тире между подлежащим и сказуемым с тире при приложении. Ответ прост. Разберитесь в структуре предложения. Давайте посмотрим на подсказку. В предложении с приложением есть грамматическая основа, обычно выражаемая существительным и личной формой глагола. Посмотрите на первое предложение. Чигемское ущелье – одна из настоящих жемчужин Кабардино-Балкарии. В этом предложении стоит тире. Но стоит оно потому, что здесь есть подлежащее Чигемское ущелье, исказуемое – одна из жемчужин. Выраженное словосочетанием, по сути, заменяем существительным. Здесь есть еще одну тире. Находится оно во второй части сложного предложения. Но в этой второй части есть грамматическая основа. Находится тиснина. Соответственно, наиболее узкая его часть – это приложение. Надеюсь, теперь вы не будете делать ошибок в подобных случаях. Сейчас мы с вами разберем тире в неполных предложениях. И опять, прежде чем разбирать знаки, давайте вспомним, что неполные предложения – это те предложения, в которых пропущен один из членов предложения, легко восстанавливаемый из контекста. Итак, тире в неполных предложениях ставится в следующих случаях. Если – это самый обычный случай, типичный. Если во второй части сложного предложения пропущено, как правило, сказуемое или целая группа членов предложения, легко восстанавливаемых из контекста. У него одна история вызывала в памяти другую, а та – третью. Пропущено сказуемое. Если сказуемое отсутствует и не восстанавливается по контексту, а подразумевается, такие предложения называются эллиптическими. Тире там ставится при наличии логической паузы. Если паузы нет – тире может не ставиться. Третий случай постановки тире в неполном предложении ставится в простом предложении, если пропущено сказуемое, обозначающее направление движения. Посмотрите, Татьяна влез, медведь за нею. При наличии, опять же, логической паузы. Если ее нет – тире может не ставиться. Я к вам. Четвертый случай, наверное, самый сложный из предложений, которых мы разобрали, в предложениях, состоящих из двух компонентов, со значением субъекта, объекта, обстоятельства, проще запомнить схему – кто кому, кто где, что кому, что куда и так далее. Ну и также ставится при параллелизме конструкций. Параллелизм – это одинаково построенные предложения с примерно одинаковым расположением членов предложения в нем. Руки мои, ноги мои, голова тоже моя. Следующая часть постановки пунктограмм – тире в бессоюзных предложениях. Вспомнили, что бессоюзные – это один из видов сложных предложений. И некоторые из них по значению частей приближены к сложносочиненным, а некоторые к сложно подчиненным предложениям. Тире ставится, если, посмотрите, у нас есть резкая смена событий, противопоставление, время, условия, следствие сравнения. Теперь разберем подробнее. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Поставили тире, потому что во второй части находится резкое присоединение. Служить бы рад прислуживаться тошно, вторая часть содержит противопоставление. Третье. Похоже на сложно подчиненное предложение с предаточным времени. Победим каменный дом построишь, когда то. Четвертое. Поставили тире, потому что предложение напоминает сложно подчиненное с предаточным условием. Если то будет дождик, будут и грибки. И пятый случай, когда во второй части содержится сравнение. Можно заменить сложно подчиненным с предаточным сравнительным. Посмотрит, словно рублем подарит. Тире в предложениях с прямой речью обычно не вызывает особых ошибок. Однако давайте посмотрим. Итак, у нас ставится тире, если слова автора идут после прямой речи, если они разрывают прямую речь и если прямая речь разрывает слова автора. И в качестве своеобразного закрепления давайте выполним задание. Соотнесите предложение с объяснением их в правом столбике. Итак, каков же правильный ответ? Метелец запахнись потуже. Это бессоюзное сложное предложение. Если то аналогия. В те дни покупали гвоздики символ революции. Это приложение гвоздики. Какие символ революции? Дело художника. Есть что такое? Рождать радость. Это тире между подлежащим и сказуемым. В четвертом предложении стоит тире, потому что прямая речь находится перед словами автора. Аллея, тишина, яркие краски, зелени. Все живописно. Это обобщающее слово при однородных членах. В окне мороза серебро. Неполное предложение. Улыбнулась ты, расцвели цветы. Это снова бессоюзное предложение. Когда? То. А вот восьмое предложение выбирать не нужно было, потому что приложение здесь пишется через дефис. Я надеюсь, мы с вами хорошо сегодня поработали, повторили все случаи постановки тире в разных предложениях, в разных ситуациях. В качестве домашнего задания, в зависимости от того, по какому учебнику вы занимаетесь, я бы хотела вам предложить либо выполнить упражнение по учебнику под редакцией Власенкова, либо пересмотреть еще раз параграфы второй части учебника Гольцовой и выполнить ряд упражнений. Также вы можете воспользоваться ссылкой, кодом для того, чтобы онлайн сделать, выполнить некоторые задания. А мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова